Владимир Ильин Здравствуйте! Вас приветствует страховая компания «Монолит». Наберите внутренний номер абонента или ждите ответа оператора. Пятиминутная пауза заполнилась звуками классической музыки. Добрый день! С вами говорит оператор Дженнис. Я слушаю вас. Привет, Дженнис. Это капитан корабля Майнар 443 Джонатан Лоренц. Номер страхового сертификата 1554 ДС. Я тут поломался на астероиде. Нужна эвакуация. Направляю пакет данных с координатами корабля. Уважаемый мистер Лоренц, ваш пакет страховки не покрывает стоимости запрашиваемых услуг. Сожалею, но мы ничем не можем вам помочь. Спасибо, что выбрали компанию «Монолит». Привет, Майк, это Джо. Дружище, привет! Очередная партия металлов! Ох, везучий же ты, парень! Нет, Майки, на этот раз фортуна мне не улыбнулась. Я поломался. Сможешь вытащить? Скидываю координаты. Ну и забрался ты на этот раз. Я поспрашиваю ребят, может, будет кто рядом, но гарантировать не могу. Держись там, дружище! Спасибо, Майки. И тебе не болеть. Добрый день. Associated Press слушает. Здравствуйте, говорит капитан корабля Майнер 443 Джонатан Лоренц. Мой борт сломался в тысячи парсеков от населенной территории больше месяца назад. У меня кончаются продукты и топливо. Страховая компания отказалась оплачивать спасательную миссию. Хотел бы обратиться к вам с просьбой осветить мой случай в новостном сюжете. Сочувствуем вам, сэр. Количество пассажиров на борту? Я один. Мы возьмем на заметку ваше сообщение и перезвоним вам. До свидания. Банк Financial Support оператор. Здравствуйте. Я хотел бы взять кредит без обеспечения. К сожалению, ваш кредитный рейтинг не позволяет вам брать подобные кредиты. У вас была разовая просрочка ранее. Просрочка в 40 долларов на один день? Да вы шутите, сэр. Я слышу в вашем голосе агрессию. Напоминаю, разговоры записываются. При дальнейшей эскалации конфликта мы будем вынуждены подать на вас в суд. Простите. Просто у меня ситуация как в дурном сне. Обратитесь к родственникам или друзьям. Мы с радостью дадим вам суду под залог или поручительство. Спасибо. Я перезвоню. Профсоюз работников рудной отрасли, секретарь на линии. Привет, Лара, босс у себя. Эй, Джо, его опять нет. Его нет только для меня, признавайся. Прости, Джо, у профсоюза сложные времена и... Я понял, прощай. Гретта, это я. Кто я? Джо Лоренц, помнишь, пять лет назад... А, Джо, привет. Фоном слышится детский плач. Подожди секунду. Малой опять чем-то недоволен. А, ничего, прости. Я перезвоню позже. С каждым звонком Джо терял очередную надежду. Прошло уже два месяца с момента аварии. Легкая поломка наложилась на нелепое истечение обстоятельств и обернулась катастрофой. Корабль, словно выброшенный на берег Кит, лежал на поверхности металлического астероида и медленно умирал. Продуктов и горючего на обогрев жилой секции должно хватить еще на пару лет. Но что произойдет раньше? Истощение ресурсов или сумасшествия? Каждый неудачный звонок по телефону приближал пелену безумия и обнулял счет, и без того небольшой. Когда-то ему казалось правильным жить одному, не обзаводиться друзьями и кучей родни. Рисковая профессия шахтера не давала задуматься о супружестве и детях, как оказалось вполне не зря с одной стороны. Никто не переживает о нем там, на заселенных планетах. Но и нехкому теперь обратиться за помощью. В этот раз Джо забрался слишком далеко. Мимо не проходят оживленные транспортные линии, рядом нет населенных планет. Это называется слепой прыжок. Есть установка типа катапульты на базе, построенная на головоломных законах физики. Тебя забрасывает иногда очень и очень далеко от населенных систем за совершенно мизерные суммы. Отличная возможность обнаружить богатые залежи редкоземельных металлов. Ничейные залежи. Освоенный космос подминают под себя корпорации и государства. Только слепой прыжок может позволить простому парню заработать на свой корабль. Возвращение обратно на базу из любой точки космоса происходит одноразовым порталом. Дорого, конечно, но чаще всего купается с добычей. Главный риск такой работы – сломаться после прыжка. Что и произошло. Добраться сюда обычным способом выльется в просто астрономическую сумму. Даже если продать корабль, вложить все накопления, не хватит. Шанс на чудо еще оставался. Но угасал с каждым днем. Веселая трель входящего вызова раздалась совершенно неожиданно. Уже два месяца Джонатану никто не звонил. Как-то не привыкли люди в современном мире общаться с умершими. А тут, как ни крути, прямой звонок живому трупу. Джо очень осторожно нажал кнопку приема, одновременно стараясь обуздать яростную деятельность мозга, выдававшего сотни возможных сцен разговора от спасения до просто ошиблись с номером. Мистер Лоренц первыми заговорили на том конце провода. Милый женский голос. Так и видится за ним симпатичная девушка с тонкой гарнитурой в длинных волосах. «Да, мисс, чем могу быть вам полезен?» Фраза вышла хрепловатой, волнение иссушило горло. «С вами, говорит, уполномоченный представитель компании «Нова». Можете называть меня «Бриджит». У компании к вам деловое предложение». «Сожалею. Если вы по поводу найма нарудной работы, то у меня в данный момент временные проблемы с кораблем». «Действительно временные. Пройдет еще пару лет, и проблема решится сама собой вместе с ним самим». В любом случае Джонни собирался жаловаться на судьбу. «Мы в курсе вашей неприятной ситуации и предлагаем продать ваш корабль. Бесспорно, вы можете пребывать на борту любое время, но он официально станет принадлежать нам. На время пребывания мы берем вас на работу с очень неплохим окладом». Ответ выглядел неожиданно и скорее настораживал, заставляя искать второе дно и интерес собеседника. «Зачем кому-то его корыто?» Да и он сам. На земле не оставалось собственности. Все имущество Джонатана составлял сам корабль, он же его дом, его работа и средства передвижения. «Леди, мне некуда тратить ваши деньги. Да и вам бы я рекомендовал купить аддокс тысячу кораблей вместо одного моего. Выйдет дешевле». Лоренц попытался мягко уклониться от ответа. «Нас интересует ваш корабль, именно в той точке, где он сейчас находится. В качестве бонуса мы гарантируем вам эвакуацию». Уверенность в голосе девушки вселяла надежду, но само предложение выглядело слишком сказочным для реальности. И все же так хотелось верить. «Это какая-то шутка. Розыгрыш. Вы не могли бы подробнее рассказать, с чего вдруг такая щедрость?» Взяв небольшую паузу, Джо взял себя в руки и продолжил беседу. «Наша компания занимается разработкой и сопровождением виртуальных игр. Вы не слышали о таких?» «Краем уха. Я слишком стар для всего этого. Кто-то должен работать в этом мире, знаете ли». «Но в целом я понимаю, о чем вы», – проворчал Джо. Когда-то по совету знакомой он пробовал играть в онлайн-игры, но опыт вышел неудачным. Ему, шахтеру, в качестве отдыха предлагалось поработать галактическим шахтером в выдуманном мире. Больше Джо с играми не связывался. В числе наших игроков очень неординарные люди, обладающие значительным состоянием и высоким положением. Дни, когда разработчики игр боялись столько хакерских атак, давно прошли. Мы вынуждены тратить большие деньги на физическую защиту серверов, но это не спасает от инсайда – информации, проданной нашими же сотрудниками, которые имеют доступ к оборудованию. В данный момент мы столкнулись с проблемой размещения серверов с новыми пространствами для игры. Возможно, это покажется вам наивным, но в наших игроках очень сильна жажда новых географических открытий и освоения новых пространств. И поэтому они уткнулись носами в мониторы, – хмыкнул Джо. В нашей игре новые открытия делаются в комфортных условиях и не требуют пилотского образования. Это всего лишь развлечение, – мягко погасила конфликт Бриджит. Допустим. Я-то при чем? Создавайте новые серверы, размещайте их в банковских ячейках, нанимайте охрану или частную армию вариантов множества. Банковские работники тоже играют. Нет. Руководители государств играют. Полную защищенность можно гарантировать, да и то на время, только в вашем случае. То есть выкинув серверы в неведомые дали, – хмыкнул недоверчиво Джо. Именно так. Но даже в этом случае мы просто задержим процесс получения доступа к серверу. Полная информация о новой локации дает небывалые преимущества своим владельцам. Вы даже представить не можете, на какие ухищрения идут игроки и какие силы порой привлекают для достижения игрового преимущества. Вам это может показаться смешным, но наш офис дважды штурмовали, четыре раза инсценировали химическое и бактериологическое заражение, шесть раз искали террористов в дата-центрах и восемь раз похищали двойников нашего генерального директора. Поверьте, ваш корабль никто не будет искать так яростно, как наши игроки. Теперь вы верите в возможность эвакуации? А с чего им меня спасать? Зернышко надежды уже проклюнулось в душе Джо, но он все еще давил его волной застарелого недоверия. Мы введем специальное задание на ваше спасение. С хорошей наградой, как само собой разумеющееся заявила Бриджит. Спасут. Будьте уверены.